Я, во-первых, всегда рабею выступать после лингвистических докладов, потому что наша это средневековая история, по сравнению с лингвистикой, это набор каких-то анекдотов, такое у меня сразу складывается впечатление. Это во-первых, а во-вторых, я первый раз в жизни самостоятельно сделал презентацию в PowerPoint. Получилась, кажется, дрянь. Вот тему мне обозвучили, как озвучили, однако я пока делал презентацию, я ее немножко переначал. На самом деле, речь-то пойдет ровно об одном и том же, но мне показалось, будет интересно ее вот так обозначить, а именно рождение единой Руси или как крестьяне сделали Россию великой. Потому что, когда мы говорим об объединении земель Рюриковичей после развала киевской державы, державы в центре, в городе Киеве, ну понятно, после эпохи феодальной раздробленности, все рано или поздно вернулось на круги своя, и Русь снова объединилась. Потом были Иван Третий, Василий Третий, Иван Грозный, ну и так далее, вплоть до зарождения полноценной Российской империи. И все это обычно представляется в виде череды каких-то очень грандиозных, важных, ярких, военных ли, политических ли событий. Но как-то у нас со времен забвения диалектического материализма и вообще объективистской материалистической школы совершенно выпускается из первого плана история базиса. Почему это все стало возможным и по каким объективным причинам данные процессы вообще стали протекать? Потому что, как мы понимаем, создание страны, создание нации, это процессы слишком массивные, чтобы их могли обеспечить валение тех или иных исторических деятелей, какими бы великими они не были. Ну, элементарно мы видели, как великий Александр Македонский, который воткнул Македонскую Сарису буквально вот от Греции до самой Индии. Гигантская страна, которая прекратила свое существование сразу после смерти самого героя. То есть, каких-то объективных оснований для существования империи Александра Македонского в веках, таким образом, на практике доказано, их не было. А Русь появилась в качестве Киевской Руси, потом распалась, потом снова соединилась, и вот смотрите-ка, мы до сих пор в ней живем. Значит, эти материальные основания есть, но я попытаюсь о них рассказать. Итак, да, кстати, про альтернативы, про альтернативы тоже речь в обязательном порядке пойдет, потому что альтернативы были самые разные и зачастую не самые приятные. Собственно, почему крестьяне? Крестьяне, потому что это экономический базис любого феодального средневекового общества. Просто потому что крестьян больше всех. То есть, важность базиса в его удельном весе. Крестьяне в самом-самом-самом страшном случае составляли до 92% населения. То есть, 8% некрестьянского населения, если мы говорим о 12-13 веках, это, я бы сказал, страшная урбанизация. Такое было доступно далеко не везде. Как правило, в городах, то есть, собственно говоря, население городов, замков, то есть, представители аристократии, а также представители духовенства, это около 3% населения. Может быть, даже и меньше. Соответственно, игнорировать движение 92-97% населения, это просто пойти против принципа и историзма, и вообще здравого смысла. Потому что именно эти люди и составляли тот самый народ, точнее, те самые народы, которым потом предстояло стать единой нацией. И значит, их соединение было обусловлено некими объективными процессами, которые проистекали внутри вот этой вот огромной массы. И, конечно, изучение этого вопроса безумно интересно. И да, оно кардинально важно, но натыкается, если мы говорим о средневековом периоде, на проблему источников. Потому что, как метко замечал Аарон Яковлевич Гуревич, великий исследователь раннесредневековой истории, что культура крестьянства – это культура безмолвствующего большинства. Не потому что они все не умели говорить, а потому что в источниках это большинство, как правило, или нема, или почти нема. Просто потому что источники, в основном, ясно дело, писались при дворах правящего класса, при дворах аристократии. И в основном они освещают конечную историю аристократии. Мы можем династию Рюриковичей, несмотря на всю сложность ее генеалогии, проследить чуть ли не до каждого второго человека. Про крестьян такого сказать нельзя. Ну и тут, конечно, мы должны обратиться к актовому материалу, к редким, довольно скупым, но очень показательным упоминаниям в летописях и, конечно, археологии. Вот археология – это тот момент, который дает нам просто колоссальный материал о жизни этого самого безмолвствующего большинства. Если говорить о Руси, о том, как она выглядела в этот предобъединительный период, то есть тогда, когда она уже успела распасться, но еще не успела объединиться, это, конечно, очень важный вопрос, потому что Земля так или иначе была основой, как я уже говорил, любого средневекового общества, просто в силу того, что она давала пищу, то есть она являлась материальным базисом всего. Ну и как ей владели, соответственно, как ее обрабатывали. Дело в том, что существовал ярко выраженный дуализм в системе землевладения 11-го, да и, в общем, и более поздних времен, потому что наша Земля довольно бедная, об этом мы поговорим немножко позже. И совершенно объективно наш крестьянин вынужден был пребывать в состоянии натурального хозяйства, то есть то, что он производил, то он и съедал. И что важно, такого крестьянина почти бесполезно эксплуатировать. То есть да, если их собрать просто очень много в одном месте, это будет правильно и хорошо, но пока они живут сами по себе на довольно большой территории, а у нас страна большая, как мы знаем, их почти бесполезно эксплуатировать, просто потому что у них ничего нельзя отнять. Если у них что-нибудь отнять, они умрут, и на этом, собственно, все закончится, это бесполезно. И поэтому мы видим, как в это время структуры землевладения, как я уже сказал, дуализируют. С одной стороны, есть, наверное, самые большие территории, которые были освоены именно этим самым натуральным хозяйством, экономически бесполезным для аристократии, собственно, аристократическим землевладением, которое концентрировалось вокруг центров ремесла и торговли. Ну, а, естественно, на торговых, вождейших торговых путях, то есть на дорогах и на реках. То есть там, где проживала аристократия, и все земли вокруг них, которые были стратегически важны. И если мы сейчас говорим об этих вот экономически эффективных землях, вокруг которых и складывалась, собственно, Русь, то это очень важно отметить, что это именно уже в полном смысле слова феодальные земли. Но какие феодальные? Мы знаем, что феод – это земля, жалуемая в обмен на службу. Однако наша земля, опять же, в силу определенной своей специфики довольно серьезной бедности, не могла быть пожалована за службу в условное держание. Это было бессмысленно с экономической точки зрения. Поэтому у нас очень долго, до 14-15 века, основой держания земли было безусловное держание земли. То есть если князь дарил своему боярину или дружиннику землю, он ее не давал в держании, он ее именно дарил. То есть эта земля становилась его безусловной собственностью. Вот то, что называется старогерманским термином «алод», то есть «аль-от» – «все владения», то есть полное владение. И это яркий маркер раннефеодального характера нашего государства и системы землевладения. В этом отношении мы являемся полной параллелью мировинских королей франков, например. Там, в общем, все было то же самое в шестом, седьмом, первой половине восьмого века, когда все начало постепенно меняться. Вот, ну и, собственно, почему же у нас так нехорошо-то было с землей, что в основном господствовало натуральное хозяйство? Что характерно, оно во многих местах господствовало до девятнадцатого века, а не только в одиннадцатом-тринадцатом веках, с которых мы начинаем свой рассказ. Просто потому, что у нас, вот мы сейчас смотрим на презентации картинка, это характеристика суммы активных температур в год, сокращенно САД. Вот, если мы посмотрим внимательно на левую сторону, мы увидим, что у нас та территория, где суждено было зародиться древнерусскому государству, очень холодная. Кроме своей южной части, у нас сумма активных температур находится на уровне теоретически возможного земледелия вообще. То есть, если мы посмотрим на территорию, где располагался Великий Новгород, то как раз вот это вот место, где уже почти невозможно регулярное ведение нормального сельского хозяйства. Я, конечно, говорю о средневековом сельском хозяйстве, без теплиц, парников и внедрении разных передовых агрокультурных технологий. Это, во-первых, и во-вторых, это влагообеспеченность. Казалось бы, с влагой у нас в России полный порядок, потому что у нас, если не снег, то обязательно дождь или какой-нибудь буран, град и так далее. Но нет, если мы посмотрим, ну, конечно, усредненно, мы не можем с точностью сказать, как это было именно в средние века, но я полагаю, что сильно принципиально это не изменилось. У нас выпадение влаги такое, что если мы разделим ее на всю нашу территорию, то это получится примерно 571-580 миллиметров в год. Это, в общем, казалось бы, и не самый плохой показатель, хотя и не самый хороший. Но если учесть естественное испарение воды, то у нас окажется, что вся наша территория где-то немного лучше пустыни Сахара. То есть, то, что вообще непригодно для земледелия. Однако, конечно, тут спасает то, что общеусредненные показатели, они в конкретных частностях вообще неприменимы. Просто почему? Потому что наша территория, в силу своего географического расположения, это один из планетарных чемпионов по количеству климатических аномалий. То есть, у нас может быть в одном месте очень сухо, а в другом месте, буквально неподалеку, бушевать ветер и поливать ливень. Ну и понятно, что если мы сложим влагообеспеченность, сумму активных температур, тут еще нужно, конечно, вспомнить приход фотосинтетически активной радиации и так далее, многие важные климатические показатели. Тут почти невозможно нормальное сельское хозяйство. То есть, для того, чтобы оно здесь имело место, нужно проводить массированную расчистку земли, удаление лишнего известкования земли, внедрение удобрений и так далее. То есть, огромные централизованные усилия, что понятно, в средние века было трудновыполнимо или вообще невыполнимо. В этой связи важнейшую роль, конечно, играла торговля. И именно торговля сложила некий стержень, вокруг которого собралось первое древнерусское государство, Киевская Русь. Вокруг пути из варяг в Греки, по Днепру и по Волокам. Соответственно, как только Путин из варяг в Греки приказал долго жить после первого крестового похода и постоянного появления половцев на наших границах, Европа, как таковая, утратила интерес к этому пути, но государство немедленно развалилось буквально в течение одного поколения. Просто потому, что потерялся всякий экономический смысл в его продлении существования. То есть, Киев забирал слишком много налогов себе, а всем хотелось жить хорошо на местах. Вот я еще раз, возвращаясь немного назад, хочу уточнить, что да, вот у нас это самая наша двухконтурная система землепользования. Ну и переходя, так сказать, несколько дальше, нужно сказать, что общинное землевладение сразу после того, как Киевское государство рухнуло, стало постепенно уходить со страниц истории. Хотя, конечно, полностью не уходило никогда. То есть, свободных общинников стали закабалять или охолопливать. Ну или так или иначе подводить под зависимость. Этот процесс был очень небыстрый, но конкретно вокруг теперь уже не универсального, глобального русского государства, вокруг местных центров этого самого бывшего русского государства этот процесс пошел. Конкретно вокруг, конечно же, земель аристократов. И вдруг аристократы обратили внимание, что торговля торговлей, но торговая маржа вообще теперь не срастается с падением пути из варяг в греки. А значит, нужно обратить внимание на землю. Естественно, мы сразу видим в источниках вполне конкретные, очень четкие и совершенно жуткие, если посмотреть на судьбы отдельных людей, указания того, как это происходило. Потому что вот Ярослав Мудрый дает новгородцам правду, то есть, первый законодательный акт, который до введения судебника при Иване III был, в общем, основной записью русского права. И мы видим, как за убийство смерда, то есть, свободного общинника, и убийство холопа, то есть, раба, полагается одинаковая вира. То есть, в своем социальном статусе раб и свободный крестьянин уравнялись. И это, как мы знаем, XI век, дальше этот процесс только нарастал. При этом, повторюсь, это все находится в системе аладального землевладения. В системе алада, хозяин этого алада обладает огромным, а иногда и полным иммунитетом. То есть, он может делать на своей земле все, что угодно. То есть, да, крестьянин, если это не раб, конечно, он лично свободен, но земля-то ему не принадлежит. Он находится в абсолютной феодальной зависимости от своего хозяина. И если это сначала свободная община, она может совокупно выступать за какие-то свои права, но как только аристократия становится главной частью вооруженной силы древнерусского государства, это очень важно, мы видим, как община отступает со своих позиций и смерть уравнивается с холопом. Почему так происходит? Ну, просто потому что, как только возникла необходимость отражать постоянную угрозу из степи, а потом, после падения единого государства, еще и конкурировать друг с другом непрерывно, потребовались очень мобильные, высокоэффективные, по тем временам, разумеется, воинские соединения. То есть, пехота элементарно не может успеть на своих двоих со скоростью 5 км в час дальше, чем на 25-30 км в сутки. И то, это должен быть очень подготовленный отряд, чтобы так промаршировать. А конница успеет. Таким образом, конница выделяется в главный род войск, ну а элементарная главная составляющая всадника – это лошадь. А лошадь стоит дорого. То есть, невозможно посадить все войско на лошадей в условиях наших лесов, где лошади вообще в дикой природе не водятся сами по себе. То есть, их нужно покупать. Это дорого. А значит, невозможно, чтобы все одинаково катались на лошадях. И дружины стремительно профессионализируются, вытесняя таким образом из социального поля и собственный экономический базис. То есть, если мы говорим о вечевом строе, уже 12-13 веков, это воинская веча в первую очередь. То есть, на этом вече выступают именно вооруженные люди, а все прочие занимают строго подчиненное положение. В то время как, в чуть больше, более ранний период, о котором нам рассказывал Вячеслав Кулешов, именно вооруженное ополчение общинников, свободных общинников, это главная социальная сила. В дальнейшем положение меняется. Ну и что мы видим? Мы видим замкнутый круг, который сложился на Руси вокруг нашего государства. Это на самом деле страшный, особенно круг, потому что он замкнутый, но динамически неустойчивый. И каждое повторение, каждая новая итерация вело к его скукоживанию. Во голове угла стоит стагнация сельского хозяйства. То есть, невозможно совершенно было его развивать, в силу того, что, во-первых, это сложно с технической точки зрения, просто вот совсем сложно на нашей земле. И в условиях раздробленности еще и бессмысленно. Просто почему? Потому что вся земля поделена мелкими внутренними таможнями. То есть, каждая торговая итерация ведет к какому-то таможенному сбору. Это все вело к невозможности внедрения интенсивных мер ведения агрокультуры. Отсюда напрямую следовало то, что отсутствовало большое количество прибавочного продукта, на которое можно было нанять больше солдат. И, например, захватить соседнюю территорию. То есть, князья, аристократы могли конкурировать друг с другом, но эта конкуренция никогда не могла привести к решительной победе одной силы. Потому что они все были примерно одинаковы. А из политической раздробленности немедленно шла перманентная война. У нас с 11 по 13 век до начала монгольского нашествия летописно фиксируется более 300 военных предприятий, больших и маленьких, на Руси. То есть, это было общество, которое воевало постоянно. Ну, а отсюда что? Это убыль сельского населения, которое первое получало шишки от сражающихся и ходячих по ходу воинов. И элементарная потрава сельхозугодий. Соответственно, как только усиляется потрава сельхозугодий, убивают неких крестьян или угоняют их на другие земли, феодалу требуется немедленно совершенно восстановить собственное положение экономическое. Из чего идет немедленное усиление феодального гнета. То есть, положение крестьян еще ухудшается. И крестьяне в ответ вынуждены для выживания создавать адаптационные, некие адаптационные структуры. То есть, сопротивляться этому самому феодальному гнету. Что, опять-таки, сразу же вело к своему началу, к стагнации сельского хозяйства. Потому что, если тебя и так постоянно грабят, зачем тебе больше производить? Это просто экономически необоснованно, невыгодно. Ну и с каждым кругом, я говорю, этот круг, да, он замкнутый, его было не разорвать. Но он скукоживался. И мы видим, как у нас из пяти удельных княжеств, на которые распалась изначально Киевская держава, к приходу монголов их более тридцати. И, в общем, ничего не остановилось. То есть, если бы не пришли монголы, оно бы и продолжало дробиться. Потому что экономический базис скукоживался. Конечно, нужен был выход. Этот выход пытались искать. Естественно, с меры понимания довольно низкой, которая имела место быть тогда. Предельно идеалистической. Ну, а одними из людей, которые пытались целенаправленно вырваться из такого положения, конечно, были Юрий Долгорукий и Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия. У них, замечу, ничего не вышло. Хотя стартовали с очень хороших позиций. Какие были варианты? Первое. Это тотальный военный захват. То есть, понятно, что если победить всех конкурентов вокруг, то вот этот кружок замкнутый, который я нарисовал в предыдущей картинке, он сразу исчезнет. Немедленно. Просто потому, что у тебя все крестьяне будут твои. Перестанет быть военная потрава, и можно будет концентрировать, прибавочный продукт в едином центре. Ну, а тут сразу же мы сталкиваемся с тем, что это было физически невозможно. Далее. Политическое объединение. И князья постоянно пытаются найти точки соприкосновения, потому что, начиная с 1994 года, со знаменитого Любеческого собора князей, который вообще положил по факту начало феодальной раздробленности на Руси, они пытаются найти хоть какую-то точку соприкосновения, чтобы политически соединиться, потому что понятно, что вместе существовать гораздо выгоднее, чем порознь. Но опять же, это не приводит ни к чему. Очередной вечный мир, целование креста, который приводит ровно к одному, к новому витку резни, с регулярным предложением воинских сил соседей, что или с запада, или, например, с востока половцев, которые активно участвуют во всех наших усобицах. Ну и третье, это экономическое поглощение. То есть, просто элементарно взять и скупить все, что можно вокруг. Или подвергнуть экономическим санкциям. Например, Великий Новгород, торговые ворота северо-запада и северо-востока Руси. Владимирское княжество регулярно подвергало его экономическим санкциям, так как это самая северная территория Руси, там плохое сельское хозяйство. И владимирцы ставили новгородцев в хлебную блокаду, доводя зачастую до голода. В том числе и катастрофического голода в острой его фазе, когда дело доходило напрямую до людоедства, о чем нам говорит летописание. Но опять же, это ни к чему не приводило, потому что экономические силы каждого княжества были или слабые, или средние, недостаточные для эффективного экономического поглощения. То есть, все упиралось в недостаточность экономической базы. Условиями выхода из тупика они были. Это было самое главное. Наращивание прибавочного продукта. Наращивание прибавочного продукта означало бы образование излишков, которые можно было бы выставлять на свободный обмен, на продажу. Что в общерусском смысле вело бы к расширению единого рынка. Потому что понятно, что рынков, то есть ярмарок и так далее, у нас было много. Но не было вообще общерусского рынка, чтобы можно было обмениваться товарами на постоянной основе, например, между Новгородом и Волынью. Между Волынью и Рязанью. То есть, что-то, что бы стягивало как обручами всю страну в единое целое. Этого не было, но это могло бы быть выходом. Это такое важное условие. Вот. Если у нас повышается прибавочный продукт, образуются рынки, повышается роль городов, как центров ремесла, которые обрабатывают продукт первого передела, добавляя ему стоимость, повышается налогооблагаемая база. И отсюда сразу же идет наращивание государственных структур, которые могут контролировать территорию, выступая неким модератором. Естественно, это и бюрократический аппарат, это и культура, естественно, это и армия. Но все это упиралось в крайнюю экономическую слабость. Мы пока не могли себе этого позволить. То есть, прямые были страсти, как писал Алексей Константинович Толстой. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь. Но, однако, в глубине этого беспросветного мрака, который я описал, крылись и зрели объективные предпосылки к разрыву этого порочного тупика. И это главная посылка, это развитие технического прогресса, который было невозможно остановить, как бы медленно он не шел в феодальном обществе. Мы наблюдаем, как появляются и распространяются плуги с остальными наральниками. Весьма эффективное средство вспашки, которое может повысить прибавочный продукт. Мы видим, как появляются двузубые сохи, которые постепенно, собственно говоря, саха, сам термин, это нечто, что обозначает раздвоение. То есть, что-то, например, сахатый лось, это что-то с двумя рогами. Вот двузубая саха, очень маневренное и эффективное средство, после чего появляется саха с полицией, то есть с отвалом, который асимметрично отводит землю в сторону, весьма повышая продуктивность. И в широком смысле появляются мельницы. То есть, понятно, ручная мельница была всегда, появляются водяные мельницы, о чем мы имеем прямые упоминания в летописях и актовом материале. Это все технический прогресс. Развивается агрокультура. Русь, несмотря на все сложности сельского хозяйства, освоила, в общем, все основные зерновые, важные бобовые культуры, как чечевица и горох, собственно говоря, и важнейшие технические культуры, как конопля и мак. Соответственно, отсюда, не смейтесь, у нас и конопля, и мак никакого отношения к тому, что вы подумали, не имеют. Они у нас плохие. Из них можно только какие-нибудь ткани полезные делать или булочки посыпать. То есть, таким образом, предпосылки развития, возревали внутри самого общества. Ну и, конечно, общество не существовало в вакууме. Были вокруг факторы внешнего воздействия, потому что у нас были добрые соседи в большом количестве. Вот в середине у нас экономическое, самое важное, но начнем мы не с него, начнем мы с Богу. Это культурное давление. Как мы знаем, культурное давление осуществлялось у нас в первую очередь по религиозной линии, потому что нам напрямую привнесли из-за границы новую религию, отсюда произошло привнесение письменности из-за границы, ну, понятно, из Византии. У нас центр религиозный находился вне нашей территории, да, ну и потом активно начались попытки окатоличивания. Экономическое давление это региональное зонирование торговли, ориентированность удельных княжеств на разных заграничных партнеров, экономические санкции, которые в основном падали на Северную Русь со стороны Гонзейского союза, Ливонского, Тевтонского ордена, прошу прощения, вот, ну и экономическая блокировка экспорта, то есть продукты высокого передела у нас просто не покупали, превращая нас, как и теперь, в сырьевую базу. Ну и про военно-политическое давление говорить нечего, это просто прямая военная агрессия, которая шла как с запада, так и с востока. И в условиях низкого экономического базиса выход мог быть только один. Как только появится сила, достаточно решительная, чтобы ударить на нашу территорию, последует неминуемая катастрофа. То есть нашествие монгол, это был, ну, вот такой, такая историческая неизбежность. И эта катастрофа, как мы знаем, грянула в 1237 году. И вот тут-то мы видим потрясающую диалектику исторического развития, потому что монголы нанесли страшный удар по Руси. Это удар был мало с чем сопоставимый вообще. То есть, наверное, что-то похожее мы пережили во время Второй мировой Великой Отечественной войны. Но тут на 240 лет Русь оказалась в тяжелейшей ситуации. Вот об этом, о выходе из этого политического и военного тупика нам Виталий Пинской расскажет. И Олег Курбатов, кстати, где он. Но тут же есть абсолютно связанные вещи. Любой негативный момент имеет свое отрицание. Момент позитивный всегда. И если были разорены одни города, старые, уважаемые, как там Киев, Ростов, Сузды, получили шанс новые центры, которые не были связаны с старыми проблемными местами. Соответственно, выбивание аристократии, уничтожение большого количества знати и подведение остальных под зависимость от Орды привело к политической стабилизации. Ну и самое главное, разорение сел, потрава, сельхозугодий, угон в рабство огромного количества людей, во-первых, освободило земли, а во-вторых, вынудило перейти основную часть населения к широчайшей внутренней миграции. Иногда с насиженных мест, как мы знаем, из археологии уходило до 30% населения. А куда они уходили? Они уходили в места, труднодоступные для татарской конницы, в леса на водоразделах. Это самое главное, потому что сначала у нас все население проживало вокруг речных террас. Теперь же все ушли на водоразделы. В историографии этот процесс называется взлетом на холмы. А на холмах что? А на холмах много новой земли. Новая земля. Это значит, что можно переходить к новой агрокультуре, которая уже была к тому времени изобретена. Мы знаем из источников уже 13 века упоминание термина «ярь», применительно к различным зерновым. То есть, если есть «ярь», это значит, что уже есть «трехполье», вместо старого господства «двуполье». Ну а «трехполье» — это уже революционный практический шаг в агрокультуре. А «трехполье» — оно же сразу вело к чему? К тому, что будет больше того самого проклятого прибавочного продукта. Ну и, конечно, изменяется структура сельского населения, социальная структура. Но об этом чуть позже. Вот, собственно, чуть позже и наступило. Люди, когда уходили с насиженных мест и оказывались в новых местах, да, во-первых, они оказывались на местах, которые можно распахивать. Стартует, как я уже сказал, «трехполье», которое, в общем, стало господствующим уже лет, наверное, через 200-300 после описываемых событий. Но как только люди приходят на новое место, они становятся очень сильно зависимыми от центральной власти, просто потому, что она выдает разрешение селиться здесь, помогает семенным фондам, помогает с обустройством, и люди массово охалапливаются. То есть они не просто юридически приравниваются к холопам, когда вера за смертный холоп одинаковый, они просто становятся холопами того господина, который выделил им землю. Отсюда проистекает что-то некая стабильность, то есть людей можно уже эксплуатировать на законных основаниях, а значит, можно этот прибавочный продукт планово концентрировать. Он ничтожен, этот прибавочный продукт, маленький, но когда он все-таки появляется, и появляется возможность его изъять, появляется возможность концентрации экономических ресурсов. Ну и важнейший фактор, это, конечно, концентрация деревень вокруг боярских сел. То есть это все признаки централизации управления. И мы видим, как буквально в одночасье сложились силы внутреннего движения материи, то есть экономического прогресса, и внешний военный удар, который столкнул систему из равновесия. И мы видим, как разорвался порочный круг этого раннего феодализма, раннего стагнирующего хозяйства. Потому что рост прибавочного продукта немедленно привел к активизации торговли и формировании внутренних рынков, а потом и внутреннего рынка постепенно. К 16 веку уж, наверное, точно. Централизованное расселение крестьян, рост налоговой базы, откуда сразу последовало увеличение военной силы, и необходимость универсального модератора, который эту самую силу сможет контролировать. Ну и отсюда централизация власти. И мы видим, как это постоянно сжимающаяся воронка, которая разрывалась, точнее, не воронка, а воронки, в каждом регионе своя эта воронка, она разрывается и превращается в одну огромную воронку, которая начинает засасывать все земли в один центр. И тут как раз вопрос альтернативы. Какой это будет центр? Потому что, как мы знаем, Русь была в основном поделена на Литовскую Русь, то есть то, что после нашествия монголы захватила Вильно, на Великое княжество Владимирское, наверное, основного политического партнера Орды, если можно так выразиться. И внутри Владимирского княжества, конечно, существовала конкуренция между Москвой и Тверью, что привело, в общем, к тяжелейшей войне, тяжелейшему политическому соперничеству между Москвой и Тверью. Победила Москва. Москва, опять же, могло случиться по-разному, тут, возможно, сыграл некий субъективный фактор. Москва смогла стать главным партнером Орды, использовать этот фактор как и политический, и экономический, и возвыситься до того состояния, что мы вот теперь тут проводим форума «Эропознание-3», а не в Твери. О подробностях политических событий я рассказывать не буду, вот вы можете посмотреть самостоятельно на слайде. Тем более, что, в общем, наверное, со школьной скамьей неизвестны. Это и Переславский съезд князей 1374 года, это и начало войны с Ордой 1375-1380 годов, и, конечно, это замерение Твери, потом замерение Новгорода в 1386 году. Ну и, таким образом, Москва, Московская, уже не Киевская, а Московская Русь, благодаря движению, самое главное, что я хотел донести, благодаря движению внутренней материи, технического прогресса, и развитию производительных сил общества, и проистекающих из них новых общественных отношений, именно они собрали Русь воедино. Это именно они позволили Руси родиться заново, а не подвиги каких-то рыцарей в сияющих доспехах. Я неоднократно говорил, что история – это далеко не сборник анекдотов про каких-то сражающихся парней в доспехах или стреляющих друг к другу из пулеметов. Это еще и история огромных процессов, которые позволяют всему этому существовать, которые оплачивают это все. Соответственно, история Руси вообще – это история абсолютно немого, безымянного подвига гигантской массы российских крестьян, которые своим потом и кровью оплатили и княжеский трон, и дружинника в доспехе на коне. Это и ученого монаха-схимника, именно они это сделали. Мы о них почти не знаем теперь ничего. Эти люди остались в основном безымянными в истории. Но, однако, именно на их горбу, которая и есть, собственно говоря, экономические базы с того времени, именно на их горбу Россия соединилась и стала тем, чем она есть сейчас. Это их выбор, только не демократический, а объективный выбор, который сделал наш народ в далеком 13, 14, 15 веках. У меня все. Спасибо. Спасибо, Клим Саныч. У нас сегодня прям полный перфект с таймингами. Мы даже, может быть, расширим немножечко перерывы. Итак, дорогие друзья, я прошу всех, кто хочет задать вопрос Климу Александровичу, заранее подойти и встать в очередь. Пожалуйста, задавайте вопросы. Как вы помните, у нас чудо-пакетик за самый лучший вопрос. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, Иван. Здрасте. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот мы видим постоянно присутствие холопов. Ну, очевидно, их не было большинство. И вопрос, собственно, звучит так. А правильно ли утверждение, что мы фактически проскочили рабовладение? То есть из родового строя, с небольшим, конечно, процентом рабов, холопов, сразу перескочили феодализм. Как в 17-м проскочили сразу из него же социализм. У нас, дело в том, что мы всегда забываем, что не бывает какого-то общества, подвешенного в вакууме. Потому что это не мы проскочили рабовладение. Это Европа, которая уже пережила развитое рабовладение, уже находилась в стадии феодализма. Поэтому нас вместе со всей Европой перетащили из родового общества сразу в феодализм. Потому что, а Европа-то рабовладение нормально пережила. Там все было в порядке. И в Греции, и в Риме, и так далее. А как отдельная микроструктура, внутри макроструктуры, да, у нас рабовладение как такового, как основного экономического базиса не существовало. Следующий. Следующий. Добрый день, Влад. У меня вопрос, возможно, несколько наивный. Клим Александрович, вы сказали в начале лекции, что крестьяне составляли главный экономический базис феодального средневековья. Да. Что составляет этот базис сейчас? И если не крестьяне, то почему? Благодарю. Ну, крестьяне тоже, почему же нет? Нам же кушать-то надо что-то. Но, однако, сейчас у нас этот базис составляет промышленность в первую очередь. Хотя, конечно, да, и агропромышленность, и тяжелая промышленность, и легкая промышленность. Собственно говоря, все совокупные средства материального производства. Просто в средние века они так или иначе базировались на сельском хозяйстве. Без него было просто не выжить. Вот и все. Спасибо. Следующий. Константин. Очень приятно. Скажите, а есть какие-нибудь археологические изыскания по тягу вооруженности крестьянского хозяйства вот на период до взлета на холмы и после? Просто возможно, я так думаю, что появление экономичной монгольской лошади здесь и позволило взлет на холмы обеспечить? Нет, однозначно нет. Потому что у нас, конечно, нет исчерпывающих данных, но кое-какие данные есть. У нас основные находки конских костяков или их фрагментов никакого отношения к монгольским лошадям вообще не имеют. Монгольская лошадь, практически, именно классическая монгольская лошадь в хозяйстве не применялась. А по тягу вооруженности, вот тут вопрос сложный, она была невысокая. Просто в силу того, что лошадь у нас в дикой природе не водится. Ну, наверное, кроме там южно-русских степей, то есть ближе к Киевщине, Черниговщине и так далее. У нас тут на северо-востоке лошадь не живет сама по себе, ее завозить надо. Поэтому тяга вооруженность была, прямо скажем, не очень. У нас до 19 века, поэтому существовали рецессии вообще подсечно-огневого земледелия, периода позднего неолита по факту, и бронование при помощи обычной этой самой броны суковатки. То есть, когда бревно с сучьями волочили вручную по земле, разрыхляя почву. Ну, то есть, это вообще самое дно сельского хозяйства. Такое у нас продолжалось вот до отмены крепостного права, иногда и позже. Вот. То есть, с лошадью, да, с лошадью были проблемы. Они, как правило, это очень важно, они концентрировались вокруг аристократического землевладения. То есть, те, кто мог себе позволить такое купить и выделить своим холопом уже именно этих самых лошадей. Вот. Тиба, не стесняйтесь хлопать. Андрей, Климс Александрович, вы сказали, что монгольское нашествие спровоцировало, собственно, взлет на холмы. Да. А что мешало без монгол-то туда забраться? Земля вроде была. А это же крайне сложный процесс. Вот у нас, например, при Столыпине была незаселенная практически Сибирь. И когда людей туда насильно погнали, что, в принципе, возможно, было неплохой идеей. Люди же это откликнулись тем, что они отказались туда ехать. Потому что если ты живешь в, особенно в средневековой патриархальной общине, сдвинуться с места, значит, разорвать с этой общиной. Это смерти подобно. Это воспринималось как наказание, как изгнание, как катастрофа. Соответственно, отсюда и русская поговорка. Где родился, там и пригодился. Каждый кулик свое болото хвалит и так далее. То есть, речная терраса представлялась идеальным местом существования. Там есть рыба, там есть ил для удобрения почвы. И это нормальная транспортная артерия зимой и летом. Куда надо ехать? Зачем? Хотя, конечно, разумеется, жили, уходили, выделялись семьи на эти самые водоразделы до монгольского нашествия. Это говорит о том, что этот взлет на холмы начался бы все равно в любом случае. Просто так сложилось, история не знает о слагательном накладе, что именно монголы эту лавину стронули и превратили именно в лавину, когда народ массово побежал с насиженных мест. Я говорю, 30% населения местами, например, в Московской области, где мы сейчас находимся, 30% сел, которые были известны археологически до монгольского нашествия, исчезли одномоментно в 1237-8-9 годах. Просто их не стало. Это не значит, что их всех убили, этих людей. Это значит, что они села бросили и ушли. А ушли они куда? Ушли они на Клинскую гряду. То есть, та самая гряда, где располагается Москва, Тверь, Переславль, Залезский, которая сформирована в своей верхней части замечательными подзористыми почвами, которые при известной обработке дают неплохие урожаи. Собственно говоря, именно поэтому и Тверь, и Москва стали важнейшими конкурентами, потому что они равно росли одновременно. И только военная и политическая сила привела к победе одного из них. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос будет, как бы продолжение предыдущего. А вот крестьяне при массовом переселении, а кто-то их отпускал с земель? Вот те феодалы, которые находились, города, которых находились в поймах рек, разве не противились этому? А феодалов-то убили всех. Раньше они противились. Тут стало что-то как-то невозможно. Не, ну мы же знаем даже из летописания, какие потери понесла династия Рюриковичей, то есть верховных владык русских княжеств. А я уж молчу о том, какой урон понесла собственно военная сила непосредственно, то есть военная аристократия, бояре. Урон был тотальный, конечно. У них просто перестало быть конкретные силы, которые могли бы исполнять полицейские функции, не отпускание крестьян куда-то. То есть крестьяне просто спасая свои жизни с криками «Рятуйте, люди добрые!» побежали туда, куда конец не может заехать. Вот так. Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать период монгольских завоеваний, в том числе и феодальной Руси, периодом реакции родоплеменного строя в ходе феодальной революции? Мощный вопрос. На самом деле вряд ли можно так сказать, хотя идея интересная. Просто монголы, стартовав на заре своей истории как родоплеменное общество, они к моменту того, когда они начали западный поход, это уже нормальное раннефеодальное общество. Ну, конечно, азиатского типа, со своими особенностями, но это уже никакое не родоплеменное общество. Я уж молчу о том, что уж к западному-то походу они включили в себя столько развитых цивилизаций, что к нам пришла универсальная евразийская империя, которая находилась на самых передовых моментах развития. Поэтому, конечно, никакая это не реакция. Это наоборот, нас подтянули в общую орбиту самых передовых цивилизаций Евразии. А не скинули куда-то в пучину истории. Здравствуйте, Игорь. Такой вопрос. Нам известно о низких темпах технического прогресса, увеличении производительности труда в период 11-13 век. А что нам известно о динамике изменения численности населения в этот период? Было ли это одинаково в разных княжествах? Это очень сложный вопрос, потому что переписи населения у нас стали проводить только монголы, которым нужно было собирать налог со всей территории, и всех подводили под число. Соответственно, у нас, если какие-то переписи проводились, никаких источников по этому поводу нет. Поэтому можно производить только некие косвенные вычисления. есть методика в последовательном описании всех археологически найденных или уверенно разведанных поселений, как городских, ну, конечно, в основном городских, потому что они легче всего обнаруживаются, вычисление их площади и применение коэффициента заселения к одноэтажной застройке, одна-двухэтажной застройки, какими в основном были города. Это примерно 150 человек на гектар. С вариациями, ну, примерно вот так, около 150 человек. То есть, если Киев — это 450 гектар, легко понять, что 75% будут заселены, 25% будут под места общего пользования, типа улиц, соборных построек, крепостных стен. Ну, и нужно умножить 450 гектар, точнее, поделить на 75% и умножить на 150. Мы получаем население города. Примерно прикидывая, какое количество деревень вокруг могло располагаться, ну, мы, да, мы можем какие-то рамочные ограничения дать к динамике населения. Ну, а мы тут же, конечно, не знаем ничего про эпидемии, сколько конкретно людей умирало, потому что у тебя гектары-то, может, они вот они гектары, а там половина перемерла. Об этом мы ничего не знаем. Меня зовут Дмитрий. Добрый день, Клим Александрович. Вопрос у меня следующий. Экономический базис княжеств, он мог формироваться как путем изъятия прибавочного продукта от крестьян, но мог также формироваться торговлей, например, Новгород. Да. И Новгород, поскольку это наши северо-западные ворота, торговал очень обширно, с большими масштабами и имел все доступы к западным технологиям. Что помешало им подмять под себя более южные княжества, получить нужные ресурсы в качестве хлеба, питания, тем более, что южане их периодически довели санкциями. Что им помешало стать вот тем объединяющим центром, который разорвет эти воронки. Дело в том, что Новгород подвело его богатство и отсутствие нормального сельского хозяйства. Потому что Новгород это торговая республика, а значит все денежные потоки будут находиться в одном городе. А значит все конкретные держатели этих самых денежных потоков будут очень сильны и никогда не дадут соседям себя подчинить. То есть не будет центральной власти. Вот и все. А раз не центральной власти, вот скажем, зачем купцам из Иваново-Ста, это главная гильдия, которая торговала воском за границу в Новгороде, зачем им, ради какого лешего им объединяться, например, с какими-нибудь кожемяками? Нет. Ну, конечно, в принципе, сосед и сосед. Но скажите, пожалуйста, а почему они будут главные? Кожемяки также думают про них. Это нормальная феодальная республика. Они не могли даже внутри одного города объединиться. Кого там уж завоевать? Ну, а уж если они собирались кого-то завоевать и вообще ярко выступали на политическом поприще, ну, так им просто переставали хлеб поставлять владимирцы и все. Конечно, новгородцы сразу прибегали на Вечевую площадь, устраивали демократическое голосование, которое постанавливало. Умрем за святую Софию. После чего, согласно демократическому выбору, они начинали умирать за святую Софию с голоду. Ну, и через некоторое время меняли свое решение. Но только по своей воле. Спасибо. Дорогие друзья, данный вопрос будет последним, следующий. Я прошу вас не расстраиваться, потому что все свои вопросы рекомендуется сейчас хорошенечко запомнить и задать их во время блока вопрос-ответ. Всем спасибо. Следующий вопрос, последний, в рамках этого блока. Павел, у меня такой вопрос. Считается, что все-таки южно-русские черноземы достаточно плодородные, там и сам 10, и сам 20 можно получить. Почему же такая бедность земледелия? Еще вопрос. Вы говорили о порочном круге, но для натурального хозяйства почему так было важно, ну как бы, почему так тормозили таможни, если это хозяйство было натуральным? Нет, ну так они же начали тормозить, как только у нас началась раздробленность. То есть у нас раньше торговля была обеспечена не внутренним рынком, а обеспечением внешних рынков. Это была транзитная торговля Европы с Азией и Азией с Европы. Как только она умерла вместе с Великим Волжским путем, то внутренняя торговля в едином глобальном смысле на какой-то момент просто перестала быть возможна и нужна. То есть сразу все обратили внимание на пусть скудный, но прибавочный продукт, который дает земельское хозяйство. И вот правильно было сказано. Южно-русский чернозем, отличное место. Киев самая богатая территория всей России, всей Руси. И именно за Киев немедленно все схватились так, что в Киеве не было никогда своей правящей династии. Потому что какая там правящая династия? Там некоторые князья умудрялись прокняжить три недели. После чего это оказывалось где-нибудь хорошо, если не в гробу. Ну а внутренние таможни, это значит, что у тебя все территории, которые есть, уже переделены. И если кто-то провозит товар куда-то, то хозяин этой земли на полном основании будет собирать с нее некий процент. Вот и все. Мы не устраиваем дискуссии по правилам в юбилеале. Большое спасибо, Клим Александрович. Лучший вопрос у нас про монгольскую феодальную революцию. Где он у нас тут был? И кулечек с чудесностями уходит. Поднимите руку, поаплодируем. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова